С годами я пришел к такому выводу, чтобы вы смогли стать богатым человеком, успешным человеком. Вам нужно и время, потому что я видел людей, которые 40 лет работают, но у них ничего не изменилось. Я сидел, долго думал, с чем это связано. Связано с двумя недостатками. Первый, и когда он собирает семена, он должен собрать ту нужную семена, которая реально на данный момент эффективна. Выделите, как должно быть, а не так тап-ляп, как могу, так и хочу. Человек очень образованный, очень умный, но в жизни не очень реализованный. Это два страны одной и той же монеты. Единственный труд, который сами дорогооплачиваемый труд, это творческий труд, это умственный труд. Она оплачивается миллион раз больше, чем физический труд. А почему? Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели. Часто задают мне вопрос о духовности и о материальности и так далее. Какова взаимосвязь между духовным и материальным миром? Дорогие мои, духовность и материальность – это два страны одной и той же монеты. Нужно и то, и то. Все то, что живое, то, что вы видите вокруг себя, это есть то, что жизнь, которую Господь давал. Например, вы не можете жизнь давать, вы можете там работать, делать что-то и так далее. А все то, что живое видите, это все то, что Духом дано, Господом Богом. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите просветать, жить в гармонии, у вас должно быть и материальное, и духовное вместе. Развивайте в себе это оба, в стране монеты. Оба достигайте. Дорогие мои, днем трудитесь добросовестно, а по ночам и по утрам сильно молитесь. Молитесь днем, в зависимости от вашей религии, что требуется. Не бросайте молитву, молитва дает вам удачи. Я раньше думал так, я раньше думал, что надо время, чтобы добиться успеха. Потому что я изучал жизнь много богатых людей, много миллионеров и миллиардеров. И я заметил, что я кто больше 7-8 лет занимался в одном и том же деле. И развивался, внимание обратите, и развивался, не просто работал, и еще развивался профессионально, они стали миллионерами. А кто больше 13-15-20 лет работал в одном сфере и развивался, они стали миллиардерами. То есть на каждом этапе они изменили, они не бросали учебу. Они продолжали учиться, продолжали совершенствовать свою систему, неустанно работали день и ночь. Я думал, что время надо для того, чтобы добиться успеха и так далее, стать богатым и так далее. Но с годами я пришел к такому выводу, чтобы вы смогли стать богатым человеком, успешным человеком. Вам нужно и время, и плюс к этому нужно благословение Божие. То есть барракад нужен в вашем деле. Потому что я видел людей, которые 40 лет работают, но у них ничего не изменилось. 20 лет работают, ничего не изменилось. Как у них была одна маленькая кафешка, так и стоит. Или как он ходил, наработал на зарплату, так и ходит, работает. Я сидел, долго думал, с чем это связано. Связано с двумя недостатками. Первое, нехватка профессиональных знаний. Второе, в его дела нет барракад, нет в его благословении Божие. Поэтому духовно, материально объедините, пожалуйста, у вас дела очень хорошо пойдут. Могу вам одну простую вещь сказать, одну из духовной практики. Если вы чувствуете трудности, у вас дела не лишаются, как-то дела не идут, как-то удача покинула вас, и вы это чувствуете, что как-то не получается то, что вы мечтаете или то, что хотите, на таком уровне, как вам надо, просто возьмите, займитесь духовными практиками. Побольше просите прощения у Всевышнего, и побольше дайте благотворительность, и просто садаха дайте побольше. И вы это сразу увидите. Тут же изменяется ход в ваших делах. Вторая сторона – это профессиональные ваши знания. Видите, что вы не можете это делать, как-то стараетесь, но не получается, могу уверенно сказать, что не хватает профессиональных знаний. Пожалуйста, дорогие мои, духовность – это означает, что вы должны быть с Богом, вы должны полагаться на Бога, и профессионализм используйте, тогда у вас удача будет, и вы разбогатейте, вы достигаете больших успехов. Посмотрите на фермера, посмотрите на ученого, чтобы это понять. Я сейчас покажу вам, как фермер использует духовность, и вы лучше поймете. Посмотрите, давайте посмотрим в законе фермерства. В законе фермерства фермер должен знать, дорогие мои, фермер должен знать, как ухаживать над землей. Понимаете, он должен знать, как подготовить почву. Он должен уметь это делать. У него должны быть профессиональные знания. А потом, у него должны быть профессиональные знания, чтобы он сообразил, как собрать семена, и какое семена сажать. И какой семена дает плоди, какой не дает плоди, он должен понять этого. И когда он собирает семена, он должен собрать ту нужную семена, которая реально на данный момент эффективна. А потом фермер его сажает, и он поливает, и ухаживает. Он должен знать, как ухаживать за эти растения, которые он сажает, или за это дерево, которое он сажает. Теперь смотрите, но когда он сажает семена, когда он поливает, и дальше уже не его территория. он же не может семечку заставить превращать в дерево материальные духовные без друг друга не могут и это смена тогда весе вещь не дает жизнь чтобы она превращалась в дерево когда фермер сажает и среди его смена какой-то из них высохнет и не вырастет сколько бы фермер не поливал если это дерево высохнет бесполезно потому что жизнь дает этому смена всевышний видите это все как взаимосвязано как две стороны одной монеты ну духовная его страна это всевышний дает жизнь этому дереву это дерево живет она живое если она высохнет ни один фермер не справится с этим видите вот это материальные духовные это они взаимосвязано бизнес это тоже работает точно так же как а как здесь дерево вы трудитесь вы профессиональные знания приобретайте вы делаете все как надо а не так как получается выделите как должно быть а не так то пляп как могу так и хочу и когда выделите как надо и тогда всевышний дает удача и барракад вашему бизнесу и она просветает и она начнет давать вам больше дохода вы начнете видеть что два человека делят одинаковый бизнес но одного бизнес доход не у другого не доход не один просветает 2 нет потому что возможно в одном из них есть профессиональные знания у другого нет или возможно у одного из них есть скажем барракад в его дела то есть удачи в его дела у другого нет а это все духовные и материальные как они в гармонии работает они работают похоже на это дерево я думаю что для человека который осознает и воспринимать и понимает это очень яркий пример бывает что человек профессионал но он полный атеист то есть он образование он умный но он полный атеист у него не хватает мудрость часто вы видели наверное такое что человек очень образованный очень умный но в жизни не очень реализованный почему потому что у него как раз и духовности не хватает если человек духовный он становится мудрым и эта мудрость позволяет ему создавать гармонию в работе и взаимоотношения строить в мире то есть когда он умеется строить отношения с окружающим миром он однозначно становится реализованным человеком или бывает наоборот очень духовный человек с утра до вечно молится постоянно ходит мечети и постоянно ходит церковь но у него не хватает профессиональные знания а и это тоже бедно живет а почему потому что он убедил себя что как будто ему бог не дает он убедил себя в таком рамке что как будто но такова моя судьба а на самом деле неправда просто у него не хватает профессиональные знания если он вот это духовности которые у него есть добавляет профессиональные знаний у него будут совсем другие результаты теперь получается так если человек из духовности и постоянно молится но перед этим нет у него профессиональные знания часто он дешевой рабочей силе занимается почему потому что он действительно другого профессиональные знания его не берут на профессиональную работу его не берут никто очень хорошо когда вы учитесь и так далее но это маловато если у вас нету профессиональные знания например сами скажите мне пожалуйста можно ли просто ходить мечеть и изобретать самолет можно ли просто читать намазы или там ходить церковь и не зная построить не знаю там машине или что-то нибудь такое нет вы не можете этим заменить это двух вещей это 1 это два стране одно и то же монета поэтому духовные и материальные должны быть вместе духовные знания профессиональные знания они дополняют друг друга как у вас два глаза или два рука два нога дополняют друг друга нельзя быть однобогным человеком и читать что вы таким образом можете быть реализованными сами подумайте знание инженерия знания врачебные знания скажем технология эти вещи профессиональные знания нужны их не заменить по-другому то что вы духовные называем это то что богобоязненность это то что манера жизни это то что воспитание духовность это образ нашей жизни должно быть профессионализм это как раз позволяет нам чтобы эффективным стать это как фермер который только что говорил помните всегда только творческие знания они стоят очень дорого то есть в этом мире который мы с вами живем единственный труд который сами дорогооплачиваемый труд это творческий труд это умственный труд она оплачивается миллион раз больше чем физический труд а почему потому что именно профессиональные знания вот объедините это двух вещей тогда вы станете очень очень успешным человеком дорогие мои теперь я бы хотел чтобы вы не свой вывод свое размышление писали в комментарии пишите пожалуйста для себя какой вывод вы сделали и как в это будете использовать в дальнейшей своей жизни духовность должно стать вашей образ жизни профессиональные знания должно стать для вас оружие для того что вы построили инструментом должно стать для того чтобы вы построили свою реальность я желаю вам успехов следующее видео посмотрите который видит налево и направо нажимайте на них чтобы продолжать цепочку ваше саморазвитие и самопознание до следующий урок